Пока в облгосадминистрации шла сессия, снаружи митинговали работники станции скорой помощи в Валиховском переулке 10. Врачи недовольны реформами своей отрасли и боятся, что здание, где они находятся сейчас, будет продано. В митинге приняли участие около 20 человек. Небольшая группа врачей на аллее возле обладминистрации и несколько плакатов. Вот и весь митинг. Пока медики раздают интервью, депутаты областного совета принимают в собственность их станцию скорой помощи. В ходе передачи станция потеряет статус юридического лица. Медики уверены, это не к добру. Кроме того, у медиков есть претензии и к реформе скорой помощи. Согласно новым правилам скорая разделена на экстренную и неотложную. Также создаются дежурные пункты. Однако, необходимая техническая и материальная база для нововведений не обеспечена, рассказывает Александр Бриславец. Хотят разделить на экстренную медицинскую помощь, неотложную помощь и дежурные при разных точках города. Причем эти точки города предварительно должны там находиться бригады скорой помощи, но там должны быть пункты жилья, комнаты сначала оборудованные с телевизором, кипятильником, холодильником, где находится бригада и не должна лишаться права отдыха. Также теперь все звонки в скорую распределяются на экстренные и неотложные. От этого зависит, насколько быстро врачи должны среагировать на вызов. Однако разобраться, к какой категории относятся те или иные вызовы, диспетчеры не могут. Как ни удивительно, митинг не остался незамеченным. Ситуацию прокомментировал главный врач областного центра экстренной медицины Александр Лиман. По его словам, продавать здание центральной станции скорой никто не планирует. Да никто ничего продавать не будет. Во-первых, в здании в Альховском переулке расположена центральная диспетчерская, которая стекает со всего вызова с города Одессы. Там расположена подстанция. И более того, это памятник архитектуры, исторический памятник. В то же время, часть территории станции скорой уже перешла в частные руки супермаркету Таврия-В. Это останется на совести городских властей, которые раньше распоряжались скорой, подчеркивает Александр Лиман. Что же касается реформы скорой помощи, воплощение ее в жизнь займет около двух лет. И никакие митинги уже не повлияют на этот процесс. Константин Гак, Юрий Весилок, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.